25 лет назад Азербайджан стал полноправным членом организации объединенных наций. После распада Советского Союза и обретения Азербайджаном независимости, вступление в ООН обещало стране не только помощь на пути развития и подключения к глобальной системе международного сотрудничества, но и разрешение существующих проблем. За время сотрудничества ООН была надежным партнером Азербайджана во всех значимых вопросах. В организации неоднократно поднимались вопросы об армяно-азербайджанском, Нагорно-Карабахском конфликте, недопустимости военной агрессии Армении против Азербайджана и насильственного захвата земель. Сегодня представительство Организации объединенных наций в Азербайджане устроило прием в честь 25-летнего сотрудничества, а также 72-летие основания организации. «Наша страна активно сотрудничает с ООН и участвует в принятии важных резолюций в гуманитарной сфере и по правам человека. Поэтому я считаю, что наше сотрудничество очень положительно и следует укреплять и расширять наши отношения». На мероприятии состоялась презентация книги, посвященной партнерству Азербайджана и ООН. В ней рассказывается об основных вехах сотрудничества с 92-й по 2017-й годы, а также архивные фотографии. «Эта книга отражает активное сотрудничество Азербайджана и ООН и наиболее значимые мероприятия. Сегодня ООН продолжает поддерживать попытки Азербайджана в достижении 17 целей устойчивого развития на основе соглашения, подписанного в 2015 году. Они охватывают ликвидацию голой не считают доступ к качественному образованию, здравоохранению и экономический рост страны». За время сотрудничества ООН внесла свой вклад в достижение Азербайджанам многих целей, включая помощь беженцам Нагорно-Карабахского конфликта, снижение уровня бедности с 49% до 5%, обеспечение почти стопроцентного образования на всех уровнях и большой прогресс в расширении прав и возможностей женщин. Более того, снизился показатель смертности среди детей, усилилась борьба с инфекционными заболеваниями, а также было полностью предотвращено распространение малярии в стране.